Очередной рабочий день на Пукете. Сейчас у нас половина восьмого и сегодня я еду снимать какое-то сафари. Вот это, кстати, плюсы моей работы. Никогда не знаешь, что ждет тебя сегодня. И очень часто бывают сюрпризы. И еще чаще приятные. Без десяти восемь. Меня все еще не забрали. Я не знаю, начинает ли мне суетиться. Вернее, я уже даже начал суетиться, даже звонил в офис. Одна не поднимает трубку, а один просто выключил. И что мне делать? Ну, в общем, все как и предполагалось. Они меня тупо забыли. Вот это вот тайцы. Вы думаете, только вас забывают забрать из отеля? А, сейчас. Хорошо, хоть решили все-таки на два часа сегодня перенести. Ну, то есть то же самое, только на два часа дня. Ну, слава богу, хоть так, хоть рабочий день не потерян. Но утро выдалось веселым. Вторая попытка поехать на экскурсию была вполне успешной. Естественно, не без косяков. Это все-таки Таиланд. Меня должны были забрать в два часа дня, ровно с того же места, где должны были забрать утром. Ехать от моего конда до места, где меня должны были забрать, 15 минут примерно. То есть без 15.2 я, по идее, должен выезжать из дома. Но не тут-то было. Уже в половине второго мне звонит человек, таяц, и говорит, а я уже здесь. А ты чего не здесь? Я говорю, так у меня только в два часа пикап. А он и говорит, ну так это, я уже здесь, а ты-то не здесь. Ну и без 15.2 я уже был на месте встречи. Что интересно, когда мы забирали всех остальных людей, мы потом уже проехали мимо моего конда. Какого хрена мне было ехать так далеко за 15 минут от дома, там ставить байк, чтобы меня забрали, и потом возвращаться и ехать дальше через мой дом опять. Вот это я тоже не совсем понимаю. Но в любом случае мы добрались до места нашей экскурсии, что радует. Замечательно, блин. Еще и дождь начался. Охренеть можно. Вот как всегда, в принципе, я подозревал, что во второй половине дня как раз может быть дождь, тучи налетели, и вот как раз так оно и есть. Как снимать? Ладно, я сейчас под навесом еще, а что дальше делать? Как выходить туда, снимать красоты? Все вот это... Комары летают. Вообще, все это сафари проходит примерно в одном месте. Кстати, на Пукете. Ну, почти в одном. Для того, чтобы покататься на каноэ, к примеру, или на лодочке по реке, надо все-таки немножечко отъехать. Ну, а потом возвращаемся обратно на эту базу. Здесь все, что нужно, в общем-то, слоны, там, обезьяны, буйволы, катание на буйволах. Ну, так прикольно сделано, конечно. Я в прошлый раз уже здесь был, поэтому сегодня мне кататься особо было неинтересно. Я зато поснимал с разных точек. Тоже, в принципе, хорошо. В прошлый раз так не очень хорошо получилось. Хоть вначале дождик и был, потом уже его не стало, и небо, в общем-то, хоть и с облаками, но, в принципе, не дождливое. Те, кто хотел, естественно, мог посмотреть, что такое тайский бокс. Ну, не то, чтобы этот тайский бокс, любой желающий мог одеть перчатки и сделать там пару движений. И вам показывают, как надо бить, например, и вы там пытаетесь это дело повторить. Как готовить салат сом там, как обрабатывают рис, как его здесь выращивают, ну и так далее. Вот такие вот мелочи, вот то, что здесь показывают. То есть, собственно говоря, тайская сельская жизнь. Вот обезьянь из шоу, на самом деле, мне как-то здесь не очень понравилось. Во-первых, те самые дрессировщики, если их можно так назвать, или владельцы обезьян, они как-то так странно себя ведут. Такое ощущение, что они делают одолжение. Знаете, им еще сигареты в зубы, и вот такие равнодушные такое вот. Ну да-да-да, ну так прошлись там. Девочка эта, которая с микрофоном шутит, она шутит так, что лучше бы она молчала. Ну, очень странное шоу обезьян, на самом деле. Очень как-то все-таки показательно жестко они обращаются с этими обезьянами. Ну, хотя бы ладно, я понимаю, что там их бьют, что их дрессируют. Но когда ты нашел, ты можешь как-то более-менее, ну, по-человечески, что ли, относиться к животным? Вот обратите внимание, как он держит, например, обезьяну. Очень натянуто за ошейник. Ей дернуться некуда, она не может ничего сделать. Она такое ощущение, что боится ступить шага просто. Здесь у меня остались совершенно не очень хорошие ощущения, мягко говоря. Здесь по программе есть еще и уши. Ужин, ну, не прекрасно ли? Вот и все, мы приехали на место. И наш сегодняшний день за... Да не кричи ты! Вот что ты орешь? Собаки бешеные здесь. Наконец-то меня привезли на то самое место, откуда и забирали. То есть, где взяли, там и положили, можно сказать. Очень порадовал ужин. Ужин, конечно, был очень в тайском стиле, но сам факт. Теперь не надо самому идти куда-то в ресторан, и это очень радует. Ну и, наверное, пришло время заняться домашними делами. Что-то у меня вещей на стирку поднакопилось. Ездит и ездит, блин, 12 часов ночи, капец. Через час надо прийти забирать. У меня только один вопрос. Зачем я взял с собой солнцезащитные очки ночью? Непонятно. Опять едет, блин. Чего вы все ездите за мной, блин? Ночь на дворе. Еще один. Как увидел, что у меня камера в руке сразу. Оп, забрал, а так одел. Или одел, а? Непонятно было. Нифига себе движуха сегодня. Прошел час. Надо идти забирать. Теперь задача простая. Переложить все со стиральной машины в сушку. По идее, у меня теперь есть 20 минут, чтобы где-то либо домой сходить, либо здесь посидеть. Но я думаю, что надо съездить в 7-11 как раз. Я вон даже ключи от байка взял. Потому что, во-первых, дома жрать нечего. Ну и, во-вторых, пить нечего. Нет, ну в смысле обычной воды. А ты кто такой? А че ты так лежишь просто? Ты заболел или что? А че с ним не так? Эй, чувак. Так, че я хочу? Моих любимых бутербродов, наверное, я так понимаю. Здесь все очень просто. Я обычно беру вот такие. Или вот такие. Блин, ключи мешают. Вот этих возьмем. Надо положить сразу их. Так, здесь где-то сосиски есть нормальные, кстати. Из всех вот этих. Вот, вот эти самые нормальные. Нет, не эти. Ну ладно, возьмем вот эти. И три вот этих бутерброда. Ну, мой, мой, мой. Ну, в принципе, все. Особо там больше ничего и не надо. Воды я подумал, я внизу лучше наберу сейчас. Там у нас есть такая специальная штука, где можно набирать воду. И, наверное, там это будет, во-первых, дешевле. Там один бат стоит один литр. Но я показывал вам когда-то уже. А здесь что-то покупать сегодня не хочется. Нет особого смысла просто. Ладно, поехали домой. И все-таки я не понимаю, что он там делает. Вот эта вот курица эта. Или цыпленок, или кто это, непонятно. Можно сразу и до белья, в принципе, доехать. Чего мне байк парковать? На обратном пути как раз и запаркуем. Еще 8 минут. Может, за водой сходить? За бутылкой воды? Точно, за бутылкой воды сходить же надо. Вот такой, короче, бутылкой воды я пользуюсь. Она сейчас уже почти пустая. Я решил заодно ее набрать. Набирается это вот в таком вот... У меня такое ощущение, что я вам уже это рассказывал. Ну, ладно, короче, неважно. Для тех, кто здесь впервые. Вот здесь вот вода набирается. В таких вот специальных агрегатах. Пускай так это будет. Сюда копеечки. Раз, два, пускай будет пять. Пять, цик. Блядь, не попал. Получается один бат, один литр. Как-то так. Все, 6 литров. Ну, пять с половиной там где-то. И вот здесь вот тоже все закончено. Ти-дин. Что-то я, по-моему, не тот с собой пакет взял. А нет, тут все правильно. Ну вот, 20 минут и все сухое. А суммарно получается час стирка и 20 минут сушка. На самом деле здесь можно было и 10 минут сушить. Обычно на 20 минут я ставлю, если там много одежды. А вот здесь было чуть-чуть, поэтому 10 минут было достаточно. Час 10, все сухое и чистое. Круто!